Добрый день! Начинаем обзор новостей прошедшей недели. И самой нашумевшей новостью было закрытие телеканалов 112, ZIG и News One. И тут важно понимать, что украинское телевидение давно стало сильнейшим инструментом политики, а каналы зарабатывают уже не напрямую с рекламы, а с продвижения интересов своих владельцев. Это раньше на каналах показывали всякие развлекательные шоу, сериальщики, фильмы, между которыми была частная реклама. А новости, политика были один раз в день и раз в неделю вечернее политическое ток-шоу, и то позже. Сейчас появились множество каналов, которые круглые сутки вещают новости и политику. Очевидно, это не просто так. Там практически нет рекламы, то есть их основной заработок заключается в том, что они продвигают какие-то интересы, политические интересы. Это необходимо понимать. Возьмем тот же Киев Лайф, который открылся перед местными выборами. Огромная студия в центре города, там куча техники, куча персонала, ведущих это миллионы долларов. А у них аудитория сопоставима с аудиторией моего ютуб-канала, где заработок меньше 100 долларов. То есть за чей счет этот банкет? Очевидно, это все финансируется для продвижения именно политических интересов владельцев. Поэтому важно это все понимать и вообще я не рекомендую смотреть такие каналы. Смотрите лучше мой канал. Тут тоже продвижение интересов, но правда это интересы искренние. Интересы заключаются в том, чтобы города стали комфортные. А для этого необходимо влиять на политику, потому что вообще города это политика. Даже слово политика прошло от греческого слова polis, город. Поэтому вот подписывайтесь. Мост на Нивках, который за три года ремонтировали дважды, снова ремонтируют. Это конечно смешно, смешно читать такие заголовки, но грустно, что это все делается за наши деньги и происходит в нашем городе, в нашей стране. Путепровод на Нивках действительно отремонтировали недавно и видимо отремонтировали его ужасно, потому что там снова какие-то большие трещины в балках, в пролетах. Они просто гигантские, это абсолютно ненормативно и они требуют ремонта. Там есть мнение, что мол туда попала водичка, она замерзла и собственно расколола это все. Но дело в том, что так происходить не должно и это какие-то трещины технологические и они видимо были уже на момент создания этих балок, потому что из-за воды просто так они бы там не появились. У меня стоит несколько сейчас замороженных строек, уже порядка пяти лет, там нет никакой гидроизоляции, ничего, просто бетон. И бетон отлично воспринимает вот такие вот воздействия осадков, атмосферы, замерзает и размерзает, ничего страшного не происходит. У него большая морозостойкость, много циклов, а тем более у таких объектов, как путепроводы, ответственные, там высокие марки, там высокие требования. И там в принципе не нужна никакая гидроизоляция, он открыт к атмосферам воздействиям и должен он нормально десятки лет служить и не трещать. А то, что он через три года такие огромные трещины, это ненормально и очевидно, что сделали плохо. Скорее всего там еще и какие-то материалы плохие использовались, наверное сэкономили. А может по бумагам он хороший, а по факту плохой. Появились первые эскизы реконструкции здания военной комендатуры возле станции метро Арсенальная. То, что происходит на Арсенальной, то, что происходит с Арсеналом, это прекрасно. Посмотрите мой обзор на фудмаркет и то, что там сейчас сделали. Действительно такая хорошая работа с историческим наследием, сохраняет историческую архитектуру, очищает ее. Это здорово. Сейчас показали рендеры, что там планируют делать дальше и вот тут у меня есть некоторые огорчения, потому что хотят накрыть крышей такую европейскую улочку, которая могла бы быть открытая, которая могла бы быть пешеходным таким пабликом. Конечно оно так и будет пешеходным, но под крышей. Дело в том, что крыша превратит его в обычный ТРЦ. То же самое, что у нас происходит в других ТРЦ, тот же Ретро Виль, та же Оушен Плаза и многие другие. Потому что по сути ТРЦ это на самом деле центр европейского городка с идеальным климатом, с идеальной атмосферой. Там всегда тепло и там нету автомобилей. Это пешеходный центр, где у вас узенькие улочки, а по бокам активные фасады с магазинчиками и кафе. Это и есть ТРЦ. Но в ТРЦ есть один минус, в отличие от этих улиц. Там нету реальной жизни, потому что там все действует по правилам. И если ты там начнешь действовать не по правилам, тебя оттуда выгонят. В этом, собственно, и отличие этого ТРЦ. То есть ты там можешь делать только то, что хочет собственник этого здания. А на улице все же есть какая-то городская жизнь, реальная городская жизнь. Посмотрите, что происходит, например, на пешеходных улицах европейских городов. За счет этого они и интересны. И за счет отсутствия этого в ТРЦ неинтересны ТРЦ. Киев планирует купить 20 электробусов. Планирует он их купить по киотским квотам. Это, в общем, такие квоты, где у каждой страны есть определенная норма выбросов. И этой нормой страна еще и может торговать. Например, Украина там не использовала всю свою норму. У нее какой-то излишек остался. И мы этот излишек продали Испании. Испания заплатила за него 24 миллиона евро. И вот эти 24 миллиона евро мы можем потратить на какие-то экотехнологии. Вот, например, экологический вид транспорта. Но на эти деньги претендует не только Киев. Претендует еще и Запорожье и Винница. И вот, например, закупить электробусы. Конечно, электробусы это лучше, чем дизельные автобусы. Автобусы, но в то же время намного лучше троллейбусы или трамваи. Потому что они подключены к сети. А электробусы, их не хватает на весь день. Их необходимо заряжать. То есть, чтобы транспорт ходил регулярно, необходимо, значит, больше транспорта. Потому что какой-то транспорт заряжается, а в другое время другой электробус должен находиться на линии. Поэтому лучше брать троллейбусы с автономным ходом, которые там, участок, где нету сети, они проедут. А где есть, они будут заряжаться. И вот тут следующая хорошая новость. В Киеве вышли на маршрут новые троллейбусы Богдан с видеокамерами, электронным билетом и автономным ходом 1 километр. Это вот как раз то, что нужно. Автономный ход 1 километр у троллейбуса, это прекрасно. Например, такой троллейбус мог бы с легкостью проехать Шулявский путепровод, когда там упали опоры. Там как раз небольшой участок получился без сети. И такие троллейбусы могли бы продолжать курсировать. Также в Киеве частая проблема, что какие-то мудаки запаркуют полосы общественного транспорта. И троллейбус не может объехать этих мудаков, потому что у него рожки. А когда у троллейбуса есть автономный ход, он может объехать этих мудаков. И дальше подключиться к сети и ехать от сети. Вот это прекрасная новость. Это тот транспорт, который необходимо нам развивать, который необходимо закупать. Единственное, хочется добавить, не совсем тут к электробусам относится, а вообще к общественному транспорту, к вот этому бреду, что сейчас действует в связи с карантином. Это открытие, вход и выход только через переднюю дверь. Из-за этого в транспорте большая толкучка. Люди не хотят идти вглубь салона, потому что они сначала идут вглубь салона, а потом надо идти пробиваться, чтобы выйти через переднюю дверь. Намного логичнее, намного правильнее было бы пускать людей через переднюю дверь действительно, но выход разрешить через заднюю и центральную. Также тут проблема с передней дверью. Она не инклюзивная, она узенькая. Туда не может пройти человек с коляской, человек на коляске. То есть это абсолютно неудобно. Также с экономической точки зрения, эти валидаторы электронных билетов, они очень дорогие. И они стоят возле каждой двери. При запуске пассажиров только в переднюю дверь, их можно поставить только у передней двери. На самом деле такой принцип действует во многих городах, во многих странах. В Германии, в Швеции именно так это работает. Вход через переднюю дверь, ты карточку перекладываешь, оплачиваешь пресс, и проходишь вглубь, и выходишь ты через заднюю. Причем в транспорте есть кнопочки, и ты по требованию, то есть если тебе надо выйти, ты нажимаешь кнопочку, автобус останавливается, и открывается дверь, где ты нажал кнопочку. Это, во-первых, тоже экономия, потому что не надо открывать сразу все двери, можно открыть одну дверь. Также логично в плане пропускной способности и стоянки на остановке, когда у тебя все выходят через переднюю дверь, а потом все заходят, опять же таки, в переднюю дверь, это требует больше времени, чем если бы люди заходили в переднюю, а и в этот же момент выходили через заднюю, те, кому надо выйти. ЖКшечкой этой недели будет ЖК 044. Он находится на Подоле, на улице Кирилловской, там ездит трамвайчик, и это действительно один из немногих крутых жилых комплексов в Киеве. Мне он очень нравится, мне очень нравится его внешний вид, мне нравится архитектура, мне нравятся фасады, мне нравится то, как он вписывается в архитектуру, мне нравится его этажность, действительно, я бы даже хотел там жить, там хорошие планировки, все очень продуманно, надеюсь, что они там сделают классное благоустройство еще и на улице, во дворе оно крутое, реально крутое, делало его архитектурное бюро форма, и мне кажется, у ребят получилось очень достойно, даже у него нейминг классный, ЖК 044, мы знаем, это 044, это код города Киева, было бы еще и круче, если бы там и адрес был номер 44, но там вообще нечетная сторона, поэтому, к сожалению, адрес там не 44, хотя там 44 рядом, но в сторонке, на противоположной стороне улицы. Здорово, что они там делают активные фасады, и при этом там закрытый, тихий, уютный дворик будет, то есть это ЖК даст и какую-то жизнь улице, и в то же время уют для жителей самого жилого комплекса. В общем, это действительно такой хороший пример, который стоит поддерживать, который стоит хвалить, и который стоит масштабировать, и надеяться, что подобных проектов будет в городе больше. Держэнергоэффективность разработала новую программу поддержки энергоэффективности на 2022-2026 года. На нее планируют выделить 10 миллиардов гривен. Она подразумевает более дешевые кредиты для программ повышения энергоэффективности. Это на самом деле очень здорово, потому что большая проблема именно с энергоэффективными нашими, например, зданиями, нашим жильем, где нет абсолютно утеплителя, устаревшее жилье, где действительно большие потери. Мы обогреваем больше улицу, чем, собственно, свои помещения, и отсюда большие счета за отопление, за газ. С этим необходимо бороться не тарифами, а необходимо повышать энергоэффективность, и тогда платежки будут меньше. Именно таким путем идет, например, та же Дания, где утеплитель толщиной 30 сантиметров. У нас его или вообще нету у старых домов, или сейчас на вострочках утеплитель толщиной 100-150 миллиметров. Тепловое сопротивление таких стен по нормам у нас 3,3, а тепловое сопротивление в Дании 6,7, в два раза выше. Поэтому они платят меньше за газ и за отопление. В Киеве открылся первый офлайн-магазин Икеа. Это прекрасная новость, все мы любим Икею, я очень люблю товары из Икеи, очень люблю еду из Икеи, очень жду, когда приедет с селедочкой, чтобы ее там покупать. Она очень вкусная и советую вам тоже. Но тут есть такое дно, что открытие супермаркета производил сам мэр Киева Виталий Кличко. Мне кажется, это вообще не уровень мэра, и мэр не должен заниматься открытиями супермаркетов, к которым он вообще не имеет отношения. Это не какое-то такое городское событие, это вполне нормально, что открылся супермаркет. Дно было в том, что не открывался супермаркет из-за того, что у Икеи принцип нулевая терпимость коррупции, и они не платили никаких взяток при получении земли, получении документов, чтобы открыть свой магазин. Собственно, мы знаем, какая у нас страна, что у нас без взяток никто не хочет давать вот эти разрешения, и поэтому у нас очень долго не открывался магазин Икея. Но это не является заслугой мэра открытие такого магазина. И вообще, мне кажется, вот этот весь колхоз с открытиями и чиновниками, он должен давно уйти в прошлое. Два ЖК Киева впервые начнет охранять полиция. Это ЖК Файнатаун и Республика, и на самом деле не полиция, а полиция охраны. Это такая же охранная структура, просто от полиции. И все СМИ начали писать кликбейтные новости, но на самом деле тут ничего такого нет. Я уверен, что любой может нанять полицию охраны для своего ЖК, и она там будет охранять так же, как и любая другая охрана. И тут единственное, конечно, смешно, что это ЖК Республика и Файнатаун. Это такие знаменитые закрытые ЖК, там заборы, никого не пускают. Еще необходимо там поставить вокруг ров с крокодилами, и вообще тогда будет красота. Очевидно, что такие большие закрытые территории, они вредят городскому пространству. И намного лучше было бы, чтобы территория там была открыта, они бы не платили деньги за вот эту всю охрану забора, а действительно наняли ту же полицию охраны больше, которая бы следила за порядком. И да, закрытые дворы были бы тоже лучше. На Днепровской набережной ради ремонта пляжа срубили деревья. Это, наверное, возможно только в Украине, что для создания благоустройства просто вырубают большие здоровые взрослые деревья, сажают там какие-то саженцы, от которых эффекта необходимо ждать лет 10. Это, конечно же, абсурд. Это абсолютно нездоровый подход к созданию благоустройства. Во всем мире стараются сохранить существующие деревья, но у нас просто какие-то болваны работают в городских структурах и создают вот такой вот трэш. Подземный переход под Европейской площадью разрисовали как СИЗО. Если честно, стало не сильно хуже, а, пожалуй, даже лучше. Ну и как-то атмосферненько вот оно сопоставляет. Сначала все подумали, что это такая борьба с подземными переходами, показать, что подземные переходы это плохо. Оказалось, что эта акция посвящена крымским политзаключенным. Но, в принципе, неплохо, что акция вот такая, и она обращает внимание и на подземные переходы, что это плохо, потому что мы понимаем, что в центре города не должно быть подземных переходов. Центр города должен быть как можно более дружелюбный для пешеходов. А автомобилям, да, можно опуститься под землю. Но пешеходных улиц в Киеве не хватает, и необходимо делать более инклюзивный, более пешеходный центр города. Это будет хорошо для экономики. В Брюсселе снизили скоростной лимит до 30 км в час на улицах. За исключением некоторых улиц, где разрешена более высокая скорость, а в основном по городу везде 30. Конечно, это кажется ужасно низкая скорость, но на самом деле, если посмотреть на среднюю скорость движения автомобиля по городу, сейчас практически у всех автомобилей она замеряется. Так вот, она составляет примерно 10-15 км в час. Особенно сейчас, когда трафик в городе вырос, когда пробки увеличились, действительно передвигаться стало очень медленно. Разумеется, есть проспекты, есть скоростные магистрали, где эту скорость нет смысла делать такую низкую, но центральные узкие улочки, там вполне нормально, где есть пешеходы, где есть опасность, понизить такую скорость, потому что все равно там быстрее ехать невозможно. Кличко не хочет отдавать гостиный двор Минкульту. С прошлой недели мы помним, что Минкульт хочет забрать это здание себе, а Кличко, разумеется, не хочет его отдавать, и это вполне нормальное отношение мэра к своим активам. Потому что гостиный двор – это довольно-таки серьезный актив, он может принести большие деньги. Скорее всего, тут, конечно, что одни, что другие врут по поводу создания каких-то культурных выставок, музеев. Очевидно, что там будет какой-то бизнес, и это тоже нормально, и очевидно, что тут идет борьба за деньги. УкрАвтодор показал два новых моста через речку Черемыш в сердце Буковинских кропат. Это очень красивое видео, очень красивое место, и вот этот весь ремонт и строительство дорог меня радует в связи с тем, что карантин, и мы не можем поехать за границу. Вот есть надежда, что попутешествуем хотя бы нормально по своей стране. На этом все. Вот такие вот новости. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok